На телеканале РЕН-ТВ Саратов продолжается проект «Конкуренция». В бизнес-центре Сити-Холл жюри конкурса оценили работу участников второго этапа. Подробнее в сюжете Екатерина Ковальчук. Основными критериями, по которым члены жюри оценивали работу конкурсантов, стали режиссура, работа в кадре и написание текста. По словам судей, наибольшей трудностью у участников проекта «Конкуренция» вызвало написание сценария. Когда я читала их статьи, мне хотелось взять и сказать им «Переписывай!» и всё. Но я думаю, что это же не конкурс журналистских текстов, а телевизионный. Просто телевизионному журналисту нужно уметь писать тоже. Поэтому я была с ними не очень строгая. По мнению участников, критика членов жюри проекта была обоснована. Всё справедливо и они очень корректно указывают на мои ошибки. Я очень рада, что есть такая возможность увидеть взгляд со стороны, как я себя веду, как выгляжу, как работаю. И это очень ценно для меня. В свою очередь независимым экспертам, принимающим участие в проекте «Конкуренция», наиболее интересными показались работы двух конкурсантов. Один из независимых экспертов, фотограф Антон Миславский, высоко оценил работу Екатерины Васильевой и Павла Ерофеева, присудив им по одному баллу. Другой специалист также выделил работу Екатерины. Васильева Екатерина. Я считаю, это победитель этого этапа. Поздравляю Екатерину. Мне очень понравилась лёгкость, элегантность и в выборе темы, и в реализации, и в подготовке, и в общей компоновке сюжета. По итогам двух заданий лидером проекта «Конкуренция» по-прежнему остаётся Дарья Матвеева. Второе место поделили сразу два участника – Екатерина Васильева и Павел Ерофеев. Третье, четвёртое, пятое и шестое места заняли Антон Порваткин, Мария Демидова, Евелина Живая и Надежда Моско соответственно. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.